МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ух этим выпуском. Великая вода наступает, регион рыхтуется до весновой поводки. ВЫ ТВОРЧЫЙ ТРАУМАТЫЗМ СМЯРОТНЫХ ВЫПАТКАУ СТАЛА МЕНШ, А ВОСЬ КАЛЕЦТВАУ БОЛЬШ. СИТУАЦЮ СЮНЯ АБМЯРКОВАЛЮ У ГОМЕЛЬСКИМ ГАРВЫ КАНКАМЕ. СИНОПТЫКИ ПАПЯРЫДЖВАЮЦ НА ЗАВТРА У РЕГІОНЕ АВЕЩАНЫ АРАНЖЕВУ ЗРОВЕНЬ НЕБЯЗПЕКИ. А ЗАРАЗ АБГЭТЫ МЕНШЫМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА. ПРЕЗИДЕНТ НАВЕДАУ ВАЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 54-48 У МІНСКУ. КЕРАУННІК ДЕРЖАВА ЗНАЄМІУСЯ З УМОВАМІ БЫТУ И УЗОРАМІ ТЕХНІКІ, А ТАКСАМА ОЦАНІУ УЗРОВЕНЬ ПАДРЫХТОЛКІ ВАЄННЫХ. АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА ПАВІНШАВАУ ВАЯННАСЛУЖАЧЫХ УНУТРАНЫХ ВОЙСКАУ СА СВЯТАМ І ПАДЯКАВАУ ЗА ТУЮ ВЯЛІКУЮ РОЛЮ, ЯКУЮ ЯНЫ ВЫКОНВАЮЦЮ У ГРАМАДСТВЯ. ГЭТА ВОЙСКІ, ЯКЕ У МІРНЫЙ ЧАС ВЫКОНВАЮЦ ФУНКЦЦІ ПА НАВЯДЗЕННІ УНУТРАННАГА ПАРАДКУ У НАШЕЙ КРАІНІ. ВОЙСКІ ПРАКТЫЧНО ПАСТАЯНННАЙ БАЙВОЙ ГАТОВНАСТІ. ГЭТА ВЕЛЬМІ ПАЧЕСНАЯ СЛУЖБА, ПАДКРЕСЛЮ У ПРЕЗІДЕНТ. КЕРАВНІК ДЕРЖАВАІ ДКАЗАУ ТАКСАМА НА ПЫТАННІ ЖУРНАЛІСТАВ. У ПРАВАТНАСТІ РЕПОРТІРЫ СПЫТАЛІ АБТЫМ, ЯК ПАЧИНАЦІЦА ПАСЯУНАЯ КАМПАНІЯ. АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА НАГАДАВ, ЧТО ЗАЛОГ ДОБРАГА УРАДЖАЮ ГЭТА ОРГАНІЗАВАННЫСТЬ І ДИСЦЦІПЛІНА. У СКРИТІРЕК У ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСТІ ЧАКАЯЦІ НА НАСТУПНЫМ ТЫДНІ. ТАКАЯ ІНФАРМАЦІЯ БЫЛА ГУЧАНА ПАЧАС СІОННІШНІГА БРИФІНГУ, ЯКІ ПРАСВЯЦІЛІ ЧАКАЯМАЙ ПАВОЦЦІ. НА ПЫТАННІ ЖУРНАЛІСТОВ АТКАЗАЛЮ ПРАДСТАУНІКІ ЕКЛАГІЧНЫЕ СЛУЖБЫ, МІНІСТЕРСТВА ПА НАЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦІЯХ УПРАВЛІННІЯ УНУТРАНЫХ СПРАВ, СІСТЕМА ХОВЫ ЗДАРОВЄ И СОЦІЯЛЬНГА ЗБЕЗПЯЧЕННЯ. ЯК У РЫГІЮНІ РЫХТУЦЦА ДА МАССАВАГА ТАЯННЯ СНЕГУ, ВЕДАЯ ОЛЕК СІНЦІРОУ. СІДНЯ НА ПОДРАХТОВКУ ДА МАССАВА И ПАВОДКИ ОРИЕНТОВАНЫ УСЕ СУБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ПОЧИНАЮЩИ ОТ НАГЛИДАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ДА УСТАНОВ АХОВЫ ЗДАРОВЮ, А ПОЧНИ ОРИКТУЮЩА ПРИНЯТЬ НА СВОИХ ПЛОЩАХ ОДИНОКИХ СОСТАРЕЛЫХ, ЯКИХ МАССАВА ПРИДИТСЯ ЭВАКУИРОВАЮТЬ С ПОТОП ЛИНЫХ ТЕРИТО ПОЧНИЙ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, ЕСЛИ В СЛУЧЕЕ ЧЕГО, ТЁПЛАЯ ВЕЩИ НА ФАПАХ ОДЕЯЛО РОЗДАНЫ. СГОДНО С ПРОГНОЗАМИ, СЁЛИ ЭТА ПОВОДКА МОЖЕ ЗАКРАНУТЬ 16 РАЙОНУ ГОМСКОЙ ОБАСТИ. ПОД ТОПЛЕННЫМИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 101 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНТ И КОЛЯ 30 САДОВОДНИНСКИХ ТОВОРИСТВ. Для поравнания, в 2013 году, коли поводка была одной из наибольшь великих, за геструю их назиранию, потопило 105 вёсок и городов. Наибольшь значная площадь могут опынуться под водою в Петриковском и Житковском районе. Усе покинутые у вынку от селения будинки возьмут под охову у сбройные супрацовники милиции. На лодках, соответственно, будем, сотрудники с табельным оружием будут нести службу в круглосуточном режиме. Как это было уже в 2013 году, соответственно, у нас уже система эта опробирована. Тут никаких у нас вопросов не будет. Супрацовники МНС, район насельницам, подрактоваться до поводки заходя, сверут основных парад, створение запасу ежи, пятной воды и леков, меблю, бытовые электроприборы и каштовные речи, лепши перенести у места, куда вода не трапить. Что отличается самих вортовальников, то и они тримают ситуацию на контроле и готовые до поводки в полном объёме. В составе сформированных отрадов есть подразделения, которые будут подрывать лёд на наибольших небеспечных участках рек. Мы были на всех этих участках, смотрели, мониторили. Значит, периодически ведётся воздушная разведка, вертолёт проходит, смотрят все эти. У нас на базе республики созданы три группы, перетехнические, которые готовы принимать участие в разрывах. Если вот коснётся такая ситуация, да, будем взрывать. Разум с тем, достатково великое количество снега на Гомщине. Моя и свои плюсы. Зараз глубиня промерзания греба складает 4 до 20 сантиметров, что значительно меньше середних значений. Меньше промерзания почвы, значит, почва будет напитывать больше влаги. Значит, вода не просто скатится в реку по рельефу местности. Поэтому я думаю, что для сельского хозяйства это, наоборот, это хорошо. Вода будет, земля будет напитана водой, ну и, соответственно, будет хороший урожай. И ещё одна парада, которую огочивает санитарные службы. На территориях, где будет значена поводковая ситуация, лучше не корыстаться водой с колодежем. Сегодня во всех крамах створается необходимый запас бутылеванной воды. Её уживание потребует додатковых финансовых затрат. Але гарантованно дозволить заховать здоровье. Что может находиться у колодежа, которые потоплены поводкой? Нитраты, вирус гепатита А, в острой кишечной инфекции. И когда дорослые уже ваниваются такой воды, если перенесли на ногах, то детей не выключено, придется шпитализовать. И потом никто докладный не ведет, как у всех это добьется на дальнейшем стане здоровья. Рух по переправе в Житковицком районе адновленным. Такая информация размещена у твиттер-аккаунте МНС Беларуси. Нагадаем, напереды дни у день понтонный мост Праспрыпять часово развялись за крыхаходу. На месте працывал ледокол. Перовозка людей прозраку ожитивлялась каторами МНС. Зараз понтонная переправа працует в штатном режиме. Четыре человеки загинули и 24 отримали тяжкие травмы. Колькость выпадка осьмяродного травматизма на вытворчастях Гомеля изменчилась, а вось тяжкого повеличилась. Угар-выконками сегодня обмерковали стана ховы працы на предприемствах и организациях за минулый год. Боль за все травмировано работников на предприемствах республиканской формы властности. 50% от усей колькости. Далее идут приватные организации и коммунальные. Коля 40% потерпелых, люди во взросле свыше 50 годов. А пошнюю лечбу специалисты аргументуют двума причинами. По-перше, погаршением концентрации уваги, связанной с взрослом. По-другому, за лишнюю певненностью работников, за якой они часто гребуют правилами безпеки. Летость специально створенные мобильные группы побывали амально сотни объектов областного центра. Выявили приклад на 3,5 тысячи разных порушений у працонной и вытворчей дисциплины санитарного законодавства пожарной безпеки. По видах здоровья, не уборж за все травм, но вытворчасти отбылось в вынику падения с вышени альбо при выконании работ. Что тычется специальностей, самыми травмонебеспечными изъявляются профессии слесара, электромонтера, водителя, грузчика, а так само будовничая. В городе установлены болевые точки. Это промышленность, это строительство и транспорт. Это разработано совместно с департаментом государственной инспекции труда, ГАИ, Гомельского сполкома, промтехнадзором соответственные планы, мероприятия. Над этими планами и работами надеемся, что в 2018 году у нас ситуация не только с производственным травматизмом, смертельным исходом, но и с тяжелым будет улучшена. До речи, по час интервью Александр Ключинский выказал подяку сродкам массовой информации и отзначил их важную роль у профилактиции вытворчего травматизма. У Беларуси протягивается проведение суботних телефонных линий мясовых уладов. 17-го саковика с вороты грамадян будет принимать старшиня Гомельского облаканкама Владимир Андреевич Дворник. Номер телефона 33 12 37. У Гомельским гарвы конками промую линию проведена местник старшини Виталь Геннадьевич Атаманчук. Звертаться треба по номере 75 19 54. Промые линии будут працавать с 9 до 12 годин. Голосование на выборах президента России у неделю 18-го саковика проводя у 13 городах Беларуси. У Гомель и выборчий участок будет размещен у Громадско-культурным центры на Ланге 17. Однако у некоторых беларуских городах было организовано дотерминовое голосование. И оно проходило в Тымлику, у Мазыры и Светлогорску. Акция памяти и смутку каля мемориального комплексу Азарыча у Калинковицким районе пройдя у понеделок 19-го саковика. Мероприемство промерковано до черговой годовины вызволение концлагера немецко-фашистских захопников. Удельниками станут былые вязни, активисты Фонду Миру, ветераны войны и працы, представники Улады и молодь. Ахвер трагичных падей 1944 года вспомнить подчас митингу реквема. У Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина отбылась презентация книг лауреата у областной литературной премии имя Кирилы Туровского. Летость гэтую узнагароду отримали пять аутеров. Конкурс заснованный в 2007 году. За час своего проведения он стал соправдным брендом культурного життя нашего региона. Литераторы Гомельщины створили немало цікавых творов, присвеченных родному краю и своим землякам. Найлепшая из них отзначена областной литературной премией имя Кирилы Туровского и надрукованные особными выданьями. Летость такой макшымасти удостоилися аутры-пераможцы у пяти номинациях Юлияна Пятренко, Анатоль Караленко, Александр Джадра, Иса Дейкун и Александра Трушкевич. Что год гэтый конкурс открывает новые имены и дает знаки творчай дейности профессионалам. Широ признаюся, не соромна за тих аутаров, які перемогли по конкурсе рукописов и врешті-решт отримали областную литературную премию. Цікаво тое, що письменники сьогодні отгукаються на ті події у житті нашого громадства, які болять, до яких нель гадноситься равнодушно. Ну як, наприклад, будеш адноситься равнодушно до Чарнобыльской трагедії? Не здається іна, у нас на Гомельщині на перш буде болеть яшчі не один десяток год. Даречі сьоліта у рамках Года Малой Радзімы Гомельська областной отдеління Союза письменників Беларусі заплановала провести шіра гурачистых мероприємств і конкурсів, присвячених юбилейным датам наших таліновитых земляків – Леонида Гаурылова, Анатолія Грачанікова і інших. Більш падрабязно про гэта можна доведаць на сайте письменник.бивай. Правільне харчавання – залог доброго здоров'я. Мероприємства під такою назвою сьогодні прайшло у середній школі номер 11 города Гомеля. Полезна еда, модна, всі віда. Організація школьних харчавання заусіды була важным накерунком у дзейності у стану адукації. Аднак важна не просто прадоставляць децім якосную ежу, але сформіроваць культуру правільного харчавання. У Гомельській школі номер 11 мэтта накеравана ў гэтым на прамку працуюць три гады. Кожны сакавік тут проходзіць декада здорового харчавання. Серед батько і навучэнців праводзіць анкетавання, організуюця рознотворчі конкурсы, запрашаюця спіціяльнія гості, які аддаюць корыстныя парады. Традиційно гэтай спіціалісты Городського центра гігієны і епідеміологі, а так само Камбіната школьних харчавання. Это большой блок інформаціонно-развіваючих мероприятий. Кстати, определяючим являецца принцип «равны обучають равного». Наші деці гараздо більше інформіровані о вреді фастфуду, о вреді чіпсів, соліних сухаріков, які, кстати, запрещені к продажу в школьному буфеті. І употрібляють с удовольствием соки і салат, ну і, безусловно, гарячі блюда. Почас падобних мероприємствів праходзять і дегустцій. Прадставлены ті стравы, які деці кожны дзень вживаюць у школі. Упор робіцца на вітамінізацію школьного раційона, а там у гостям пропонавалі паспробуваць і оціоніць разнастайныя салаты. Менші актыдзень застаецца давя з новой забароны на рыбалку. У Гомельськай і Брецкай областях сізонная забарона на вылаў усіх відаў рыбы устанавлюваецца з 20-го соковіка па 18-го мая. У гэта піры адаматорам можна будзе рыбачыць толькі зберага ў святлы час сутак і толькі адной вудайці з пінінгам за адным кручком. Парушальніка ўчыкаюць штрафы ў памеры ад 20 до 50 базовых велічынь. У іншых регіонах забарона надыходзіць пазній. У Гомелістагодзе ўнутрэных войска ў Міністырства внутрэных справ Біларусі адзначаць лёгкатлітичным прабегам. Спартывная свята адбудзіцца заутра. Стартовы гарадок разместіцца на площы Ленина. Регістрація ўдзельнікаў распачнецца ў 8-гадзі. Забегі ў 10-45. Самые ўны ўдзельнікі ад 7 до 11 гадоў будуть перадоліваць дыстанцію ў паў кілометра. Для больш падрыхтаваных спортсменов адлеглаці на шмат даўжэйшыя – 5-10 кілометраў. Балейщыкаў і ўдзельнікаў чакаюць таксама музычная праграма «Салдацкая каша» і гарачыя Харбата. І напрыканцы выпуску попереджаўне об небяспечные метэрологічные з'яве. Назаўтра ў регіоні абвешчаны оранжавы узровень небяспекі. 17-го сакавіка ў паўднёвых районах краіны чакаюцца завіруха. На дорогах макчымы снежныя заносы і галалёдзіца. Дыскамфорту дадасть парывісты ветер. Температура па ветра ў ночы складе. Ад 8 до 13 градусаў морозу ў дзень прагназуецца ад мінус 4 до мінус 9. У недзелю 18-го сакавіка захаваецца халоднае, піраважна бе, западкаў надвор'я. У ночы будзе да 17 градусаў ниже і за нуль. У дзень ад мінус 1 до мінус 6. Гэта і атак сама іншая навіны вы можыцца знаўсті на нашым сайці ў інтернэце па адрасе www.cevergomil.by. Далі офіры де факта і спортывны аглята. Я з вами развітваюся. Добрых вам новинок і до нових зустрічу ефіре. Эфір телеканала Беларусь 4 продолжает де факта. В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции остановили на днях сразу двух водителей, которые переводили незаконные грузы в кузовах своих автомобилей. В одном из случаев мужчина даже не имел права садиться за руль и тем более управлять машиной, не прошедший техосмотр. На автодороге границы Российской Федерации Гомель-Кобрин был задержан автомобиль Volkswagen LT35. В его кузове обнаружено 52 ящика с посудой. Сопроводительных документов у водителя не оказалось. Автомобиль с грузом доставлен в Добружский РОВД для проведения проверки. В этот же день был задержан и второй правонарушитель, в машине которого оказалось 7 тонн лома черных металлов. Металлолом «Азиат» в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.17 кодекса об административных правонарушениях. Также на водителя составлены два административного протокола за то, что управлял транспортным средством, не имея на то права управления, и за то, что автомобиль не прошел государственный технический осмотр. Данные правонарушения были совершены повторно в течение года. Водителю грозит немаленький штраф, а также административный арест. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 ДТП. Лишь в одном из них был травмирован человек. На то самое место происшествия, кроме госавтоинспекции и медиков, выезжали также сотрудники МЧС. Произошло все в Калинковичском районе. Водитель микроавтобуса «Мерседес Бен Спринтер» отвлекся от управления транспортным средством, выехал навстречку и совершил столкновение с автомобилем «Опель Вектора». Водителя легковой машины спасателям пришлось деблокировать. В легковом автомобиле оказался зажат водитель. Спасателями при помощи специального инструмента мужчина был деблокирован, передан работникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован. Водитель микроавтобуса не пострадал. С 19 по 23 марта на территории Гомельской области пройдет комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий «Арсенал». В его рамках правоохранители проверят владельцев зарегистрированного оружия. А также проведут оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Сотрудники УВД Гомельского облсполкома напоминают, что юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Таковое подлежит немедленной сдаче в милицию. Добровольно сдавшие освобождаются от уголовной ответственности. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» и «Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. «Гомель-2» в финале чемпионата Беларуси по хоккею в высшей лиге. В решающем матче полуфинала «Рыси» на домашнем льду обыграли «Шахтер-2». В первом и втором периодах хозяева забросили по шайбе в ворота соперника. На 13-й минуте отличился Сергей Пищук. На 27-й Кирилл Куцырь реализовал большинство. На старте третьего периода «Горняки» счет сравняли, дважды наказав гомельчан за грубость. Сначала в большинстве отличился Никита Киселев. Через две минуты почин партнера по команде поддержал Назар Анисимов. Счет 2-2 недолго горел на табло гомельской ледовой арены. Вскоре уже хозяева продемонстрировали свое умение разыгрывать с лишнего. Антон Точилкин своим точным броском принес «Гомелю-2» победу в матче и путевку в финал, где «Рыси» уже ждет столичный юниор. Первые матчи серии «Золото» пройдут 17 и 18 марта в Минске. 21 и 22 марта соперники сыграют между собой в «Гомеле». В субботу гомельские болельщики станут свидетелями изысканного мини-футбольного зрелища. На паркете спорткомплекса «Локомотив» пройдет центральный матч 24-го тура национального чемпионата. В гости к ВРЗ наведается лид Сильмаш. Сейчас именно эти команды с одинаковым количеством набранных баллов занимают две первые строки турнирной таблицы. Победитель этого поединка возглавит табель о рангах единолично. Матч начнется в 15.00. Гомельская дружина «БЧ» без борьбы обзаведется тремя очками в 24-м туре. Соперник железнодорожников «Южный», напомню, снялся с чемпионата. Еще один представитель нашего региона «Светлогорск» принимает на своей площадке Гродненская УВД «Динамо». Завтра в Минске женская сборная Беларуси по гандболу начнет тренировочный сбор. Под знаменом нацкоманды ее главком Томаш Чаттер, который сегодня, кстати, отмечает день рождения, вызвал 16 гандболисток. Среди них есть и игроки Гомеля. Это галкиперы Валентина Кумпель и Лилия Бурдук, главы Ирина Дронова и Кристина Охраменко, а также линейная Виктория Шамановская. 21 и 25 марта белорусской команде предстоят два поединка квалификации чемпионата Европы 2018 года против команды Косова. Первый поединок пройдет в Приштине, второй в Минске. Отправились в ряды своей сборной гомельские украинки Анна Редька и Леся Смолинг. Украина в рамках квалификации грядущего Евро дважды сыграет с командой Швейцарии. Гомельчанка Юлия Апанасович завоевала бронзовую награду международного боксерского турнира памяти Феликса Штамма. Соревнования проходят в Варшаве. В полуфинале белорусская встречалась с филиппинкой Несто Питекио. Бой завершился не в пользу Юлия Апанасович. Судьи констатировали победу филиппинской спортсменки. Напомню, что Гомельчанка была единственной представительницей Беларуси в женской части состязаний. Мужчины, а на ринг выходили пять белорусов, до решающих поединков не добрались. В 35-м международном турнире по боксу памяти Феликса Штамма принимают участие боксеры из 27 стран. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.